Итак, ТВ снова в эфире, на этот раз мы едем разгадывать марокканские сказки, первых пунктов ночения Агангера. Мы сняли автомобиль и отчаянно поехали в Марракеш! По пути в Марракеш нужно быть очень внимательными на дороге, потому что наш навигатор привез вот сюда. Большой заторчик на дороге, красный свет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы наконец-то добрались до Марракеша. Очень незабываемое путешествие, когда мы сюда ехали. Это было прекрасно. Гуляем? Нам пришлось коснуться впервые с менталитетом социональных бедных жителей. Да, да. У нас вымокали деньги и не брали 2 евро. Это я бы взяла. Я бы тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы находимся на площади Джима-Эльфна. Это самое сердце Марракеша, а может быть и всего Марокко. Вокруг магические стуки барабанов, заклинатели змей, продавцы различных вещей, артисты. Атмосфера совершенно магическая, в принципе, присущая всему Марокко. В переводе с арабского площадь называется Место мертвецов, потому что раньше, в 13 веке, здесь проводились общественные казни. Наслаждаемся! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позади меня находится Кутувия, построенная в 1158 году. Этот минорет является неким символом духовного единения всего города. В честь цвета этого минорета все стены города имеют подобный цвет. Соотношение ширины и высоты 5 к 1. И, как гласит легенда, наверху этого минорета находятся 3 золотых шара. И, по легенде, жена Якуба Аль-Мансура в честь искупления своей вины, потому что она во время Рамадана съела 3 виноградинки, она сплавила все свое золото в эти 3 золотых шара. О! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такие отверстия во всех стенах изначально в силу толщины стен и материала, из которого они были сделаны, оставлялись для проветривания после всех реставраций и все равно сохраняли и для исторического облика, и для птиц, которые гнездятся в каждой такой дырке. Необычно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В центре Маракеши есть старый город Медина, который представляет из себя. Совершенно безумное количество переулков и торговых лариков, вот таких вот с серебром. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обуви, сумок, специй, различные одежды. Обязательно торгуйтесь, но здесь очень сложно быть без какого-то значащего человека, потому что здесь реально можно заблудиться и не найти выход никогда, остаться здесь навеки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гуляя по Медине, мы встретим большое количество приставучих продавцов, которые будут, если бы у них что-то купить, будут супер вежливыми, они будут с вами очень обходительные 10 минут прощаться, но если вы что-то не купили, они будут, ну, не очень такие ворчливые, есть невоспитанные, конечно же, они будут говорить какие-нибудь даже пошлости и приставать, и обращать внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло 3 часа, мы все еще в Медине, мы все еще в магазинах, который нас просто поглотили из Килиции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На главной Марокканской площади можно сделать себе рисунки мехенди, как в Индии, причем они говорят, что это их национальный рисунок, очень красиво, рисунок хной, он охлаждает руку в очень жаркую погоду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы что-нибудь знаете о восточных сказках? Марокко – страна, в которой все представление о них становится реальностью. Например, вы идете по лабиринту узких пошарпанных улиц, и вдруг перед вами вырастает совершенно неприметная дверь, но за порогом которой перед вами предстанет самый настоящий сказочный замок с маленьким садом, фонтаном, бассейном, мраморной лестницей. Вы сможете в нем поселиться. Примерно так выглядят ряды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы бродим по Медине в поиске от замков, и в поисках одного мы увидели такую стену древнюю. И вокруг всей стены находятся гнезда Аистов. Это очень-очень красиво. Смотрите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подальше от туристических мест в Марокко можно найти такие замечательные лавки, в которых вы можете найти любое. от шафрана до цветков роз, всеразличных грибов, камней, которые будут вас лечить, по мнению этих продавцов. Какие-то различные баночки, дающие невероятный эффект. Я, конечно же, здесь отоварилась очень хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эти красивые кучки не что иное, как краски марокканцев, которыми они пользуются, чтобы создавать вот такие невероятные картины. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжая разрушать стереотипы о непродвинутости Маракеша и Марокко, гуляя в Микини, мы нашли замечательный ресторан, где играет живая музыка и играет джаз. И, кстати, очень вкусный и невероятный рустоп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, мы по пути в сад Матерейль. И вот в поисках, идя по указателям, мы зашли на улицу Рисан-Лорана. Знаменитое место. Сейчас все расскажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так как одним из последних реставраторов этого замечательного сада был их Сан-Лоран, конечно же, и улица была названа в честь этого замечательного творческого человека. И в самом саду находится мемориал, посвященный ему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В саду находится музей Берберов. Ну, достаточно интересно, но суховато. Дальше продолжаем гулять. Конечно же многое тут видно по творчеству Эксен-Лоран. Вот, вот, эскизы, плакаты, которые он нарисовал. Все это можно купить, открыть. Здесь очень-очень туристическое место. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На центральной улице Мухаммеда 5-го есть такое замечательное кафе Ля Пост. Называется у центральной почты. Вот центральная почта. Вот это кафе Ля Пост. Оно достаточно дорогое, оно европезировано и очень вкусное. Здесь собирается местный дом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В позади меня находится знаменитый отель Ля Муниния, в котором побывали практически все писатели и художники современности и несовременности. Ну, сейчас туда не пускают. Пускают жители этого отеля. Там жили различные президенты и Англии, и Америки. Сейчас уход туда закрыт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы наконец доехали до парка Ля Минара. Он считается одним из красивейших в мире. Сейчас проверим, посмотрим. Тут гуляет очень много местных. Играет музыка, продают какие-то туристические вещи. И мы идем вот-вот-вот вон туда. Сейчас посмотрим. Проходя прямо по парку, вы уткнетесь в некий такой бассейн. Искусственный, вырытый, квадратный, с мутной ужасной водой. Но, подойдя поближе, вы можете разглядеть алкуняков, как бы я назвала их по-русски, которые, вероятно, накидываются на хлеб. Впервые, когда я услышала мой один призыв на молитву, они начинаются около пяти утра. Я чуть не свалилась с кровати. И после, конечно же, не уснула. Наш ряд находился в непосредственной близости от минорета. Было очень громко, страшно, необычно. Через пару дней, конечно, я привыкла к этим звукам. Но, когда я все это действие увидела воочию, зрелище не могло не поразить своей силой духа. Точнее, силой веры. Не могу не прокомментировать марокканские дороги. Удивлена, поражена и абсолютно довольна. Да, оценка 5 спецназ. Мы приехали в Эссуэру. Тут невероятный ветер на берегу. Место для супер-хейкеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Неописуемые эмоции, неописуемые жирные чайки, которые сидят над ванной, готовы своровать все что угодно, но чувство великолепное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этих деревьях растут, как вы думаете, кто? Продолжение следует... Итак, мы приехали в Агадир, хочу сразу же сказать, что это абсолютно туристический курортный город, совершенно не похож на другие марокканские города. Тут нет такого колорита, все построено и сделано для туристов. Мало кто знает, что Агадир всего лишь 50 лет назад был практически весь уничтожен. В 60-е годы прошлого столетия было ужасное землетрясение, практически все жители погибли, а кто остался жив, были заражены холерой. Но прошло совсем немного времени, и город-курорт полностью восстановился, и никто бы не сказал, что совсем недавно была такая ужасная трагедия. Одно из неплохих мест в Агадире – это кафе «Ля Блад», обязательно его посидите. Оно находится прямо в «Ля Марине». Также одним из самых лучших ресторанов в Агадире является ресторан «Ля Бандрагу». Там очень вкусная рыбка и все морепродукты, но обязательно, если вы хотите сесть, обязательно бронируйте столики. Практически у каждого марокканского города стоит какая-то возвышенность или гора, на которой высечено три слова. В переводе с арабского это означает «бог, отечество, король». Проехав к югу от Агадира, через Тизнит, находится просто неописуемое место, которое вы обязательно должны посетить. Пляж Эликсигна называется. Да, нужно будет его поискать, да, нужно будет проехать сверху облаков по невероятным горным дорогам. Но, приехав сюда, вы поймете, что этот путь того стоил. Совершенно девственный океан, ни одного человека. И, пройдя по пляжу, мы просто вытыкаемся в глаз природы. Это так страшно. Субтитры подогнал «Симон»! Каждый раз собираюсь разгадывать чужие страны, неизведанные города с манящим названием улиц, по которым я еще не ходила. Желающая переплыть, перелететь, переехать все границы. Я узнаю о том или ином месте в интернете, у своих друзей, в каких-то энциклопедиях, безусловно. Оглядываясь на свой многолетний опыт путешествий, хочу сразу же сказать, ни в коем случае не делайте поспешных выводов о месте, в которое вы едете. Максимально не узнав весь диапазон истории, культуры этой страны. К примеру, собираюсь в Марокко. Многие мои друзья в голос мне кричали, чтобы я ни в коем случае этого не делала, потому что это очень опасно. Что местные жители не знают, что такое цивилизация, что они ездят на своих осликах верхом. И каждый день то и дело бастут верблюжат в пустыне. И ни в коем случае, чтобы я не брала машину, потому что это очень опасно, дорог здесь нет. Кто бы мог подумать, что в итоге? Я буду сидеть в Марракеше в невероятных джазовых ресторанах с живой музыкой. Что городские парки, общедоступные, очень чистые. Будут с наличием электронных тачскриновских компьютеров с доступным Wi-Fi бесплатным. Что на дороге будут ездить суперкары. Да, конечно, будут ездить и лошадиные повозки вместе с ними, но это уже не так важно. Что между городами, даже маленькими поселениями берберов, будут невероятно хорошие дороги. Вот так вот бывает все обманчиво. Пожалуйста, максимально обхватывайте весь диапазон страны, в которой вы едете. Будьте так любезны и почтительны изучать, интересоваться и уважать историю и культуру страны, в которой вы едете. Боже, это же так интересно. И знаете, как говорил кто-то из великих, чтобы покорить мир, для начала его нужно увидеть. У караканцев принято ездить на такси в шестеронке, считая водителя, да. Вы не ослышались? Спереди помимо водителей сидят двое. И сзади четверо с большой тесной семьей. Подошла к концу наша поездка в Марокко, которая оказалась абсолютно непредсказуемой и окончательно сломала все стереотипы о себе и навсегда останется в нас. Редактор субтитров А.Семкин